Дому по Уфимской 26 требуется подкрепление, ну или по меньшей мере детальное обследование. Так считают эксперты и часть жителей дома. По потолкам и стенам в квартирах и в подъезде идут трещины. Однако руководство ТСЖ и другая часть жителей категорически против того, чтобы тратить средства на экспертизу. В коммунальном противоречии пыталась разобраться Евгения Караксина. 14-этажный дом на краю логов. Жильцы уверены, именно его местоположение породило проблему, которую не удается решить уже несколько лет. В квартирах части собственников появились трещины. Они расползаются и по потолку, и по стенам. И самое ужасное становится шире. Около трех лет мы вот так вот мучаемся. Дело-то в том, что вот эти все трещины, они больше всего и беспокоят. У нас же дом на склоне находится, поэтому очень страшно жить в таком доме. В 2016 году одна экспертная компания уже проводила визуальное обследование дома. Тогда обнаружились дефекты. Выявили, что часть свай, на которой стоит дом, не доходит до коренных пород. Вот, поэтому идет осадка здания неравномерно, поэтому идут трещины. Тогда же было рекомендовано провести детальную экспертизу, которая бы выявила нагрузочную способность свай. Но нынешний председатель ТСЖ, по словам части жителей, отказывается вкладывать в это средство. Он считает, что опасности в трещинах нет, а очередное собрание собственников ангажировано управляющей компанией, пытающейся выхватить бразды правления домом. Ничего опасного не выявлено. Если бы было бы это выявлено, об этом уже знала бы администрация, ИГЖН, прокуратура. С 93-го года здесь живу. Если бы дом бы валился, я бы не занимался этим председательством и давно бы уже продал квартиру и съехал. Ситуация в доме, мягко говоря, напряженная. Собственники раскололись на два враждующих между собой лагеря. Одни хотят, чтобы домом управляли коммунальщики, другие поддерживают форму ТСЖ. И коммуналку оплачивают тоже кто куда. Квитанции на оплату услуг приходят две. Управляющая компания, моторостроитель, которая по сути обслуживает многоэтажку лишь наполовину, заступает за детальное обследование дома. Эти маячки вставили туда, они разрушаются. То есть исследование требует все равно дообследования и уже рекомендации, как это все устранить. Осадку, просадку фундаментов и разрушение дома. То есть это может привести именно к аварийной ситуации. С коммунальщиками согласны и эксперты. Необходимо до конца понять, что происходит с домом и насколько опасны трещины. Специалисты настаивают на том, что в многоэтажке на Уфимской 26 необходимо провести следующие работы. Мы хотим пробурить скважины и определить залегание грунтовых вод и конкретно посмотреть в части каких свай нужно сделать усиление. Ситуация, когда средства на диагностику проблемного здания экономят не единичны, говорят специалисты. В Перми есть еще ряд аналогичных проблемных домов. Как бы то ни было, решать все равно придется жильцам. Без их согласия работы начаться не могут. Евгения Караксина, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей.